Вор 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 Я, доктор, после заутренни хочу к вам пробраться, сказал Фёдор Степаныч. Вы уж позвольте мне у вас разговеться. Прошу вас. Я бывала там в эту ночь, всегда в семье разговлялся. Воспоминания будет. — Едва ли это будет удобно, — сконфузился доктор. — У меня семейство, знаете ли, жена. Вы хотя и того, но всё-таки не того. Всё-таки предубеждение. Я, впрочем, ничего. Кашель. — А Барабаев, — проговорил Фёдор Степаныч, кривя рот и желчно ухмыляясь. — Барабаева со мной вместе судили, вместе нас выслали. А между тем он у вас каждый день обедает и чай пьёт. Он больше украл. Вот что! Фёдор Степаныч остановился и прислонился к мокрому забору. Пусть пройдут. Далеко впереди него мелькали огоньки. Потухая и вспыхивая, они двигались по одному направлению. Крестный ход, — подумал Сыльный, — как и там, у нас. От огоньков нёсся звон. Колоколать и нора заливались всевозможными голосами и быстро отбивали звуки, точно спешили куда-нибудь. — Первая Пасха здесь, в этом холоде, — подумал Фёдор Степаныч. И не последняя. Кверна. — А там теперь, небось! И он задумался о там. Там теперь под ногами не грязный снег, не холодные лужи, а молодая зелень. Там ветер не бьёт по лицу, как мокрая тряпка, а несёт дыхание весны. Небо там тёмное, но звёздное, с белой полосой на востоке. Вместо этого грязного забора — зелёный полисадник и его домик с тремя окнами. За окнами светлые, тёплые комнаты. В одной из них стол, покрытый белой скатертью, с куличами, закусками, водками. Хорошо бы теперь хватить тамошней водки. Здесь дрянная водка пить нельзя. Наутро глубокий хороший сон, за сном визиты, выпивка. Вспомнил он, разумеется, и Олю с её кошачьей плаксивой хорошенькой рожицей. Теперь она спит, должно быть, и не снится он ей. Эти женщины скоро утешаются. Не будь Оли, не был бы он здесь. Она подкузмила его глупца. Ей нужны были деньги. Нужны ужасно. До болезни, как и всякой моднице. Без денег она не могла ни жить, ни любить, ни страдать. А если меня в Сибирь сошлют, спросил он её, пойдёшь со мной? Разумеется, хоть на край света. Он украл, попался и пошёл в эту Сибирь. А Оля малодушествовала, не пошла, разумеется. Теперь её глупая головка утопает в мягкой кружевной подушке, а ноги далеко от грязного снега. Нас утра задета и явилась, и ни разу не взглянула даже. Смеялась, когда защитник острил. Убить мало. И эти воспоминания сильно утомили Фёдора Степановича. Он утомился, заболел, точно всем телом думал. Ноги его ослабели, подогнулись, и не хватило сил идти в церковь к родной за утреннюю. Он воротился домой и, не снимая шубы и сапог, повалился на постель. Над его кроватью висела клетка с птицей. Та и другая принадлежали хозяину. Птица какая-то странная, с длинным носом, тощая, ему неизвестная. Крылья у неё подрезаны, на голове повырваны перья. Кормят её какой-то кислятиной, от которой воняет на всю комнату. Птица беспокойно возилась в клетке, стучала носом о жестянку с водой и пела то скворцом, то иволгой. «Спать не даёт!» – подумал Фёдор Степаныч. «Чёрт!» Он поднялся и потряс рукой клетку. Птица замолчала. Сыльный лёг и о край кровати стащил с себя сапоги. Через минуту птица опять завозилась. Кусочек кислятины упал на его голову и повис в волосах. «Ты не перестанешь, не замолчишь, тебя ещё не доставало!» Фёдор Степаныч вскочил, рванул со стервенением клетку и швырнул её в угол. Птица замолчала. Но минут через десять она, показалось Сыльному, вышла из угла на средину комнаты и завертела носом в глиняном полу. Нос, как буравчик, вертела-вертела, и нет конца её носу. Захлопали крылья, и Сыльному показалось, что он лежит на полу и что по его вискам хлопают крылья. Нос, наконец, поломался, и всё ушло в перья. Сыльный забылся. «Ты за что эта тварь убил, душегубец?» Услышал он под утро. Фёдор Степаныч раскрыл глаза и увидел перед собой хозяина раскольника, юродивого старца. Лицо хозяина дрожало от гнева и было покрыто слезами. «За что ты, окаянный, убил мою пташку? Певунью-то мою, за что ты убил, сатана чёртова? А? Какого это ты? За что такое? Глаза твои бесстыжие, пёс лютый. Уходи из моего дома, и чтоб духу твоего здесь не было. Сию минуту и уходи. Сейчас!» Фёдор Степаныч надел шубу и вышел на улицу. Утро было серое, пасмурное. Глядя на свинцовое небо, не верилось, что высоко за ним могло сиять солнце. Дождь продолжал ещё моросить. «Бонжур!» Праздником Моншер услышал ссыльный, выйдя за ворота. Мимо ворот на новенькой пролётке катил его земляк Барабаев. Земляк был в цилиндре и под зонтиком. «Визиты делает!» Подумал Фёдор Степаныч. И тут скотина сумел примазаться. Знакомых имеет. Было бы мне побольше украсть. Подходя к церкви, Фёдор Степаныч услыхал другой голос, на этот раз женский. Навстречу ему ехал почтовый тарантас, набитый чемоданами. Из-за чемоданов выглядывала женская головка. «Где здесь?» «Батюшки! Фёдор Степаныч! Вы ли это?» – запищала головка. Тыльный подбежал к тарантасу, впился глазами в головку, узнал, схватил за руку. «Неужели я не сплю? Что такое? Ко мне!» – надумала Оля. «Где здесь Барабаев живёт?» «А на что тебе, Барабаев?» «Он меня выписал, две тысячи вообрази прислал. По триста в месяц, кроме того, буду получать. Есть здесь театры». До самого вечера шатался ссыльный по городу и искал квартиры. Дождь лил весь день и не показывало солнце. «Неужели эти звери могут жить без солнца?» – думал он, меся ногами жидкий снег. Веселы, довольны без солнца. Впрочем, у них свой вкус. «Звучит камень, следуй». Прямо. Продолжение следует...